Смотрите, итак, здесь годом раньше росла картошка. Тогда вот такая посадка. Вот здесь старая-старая целина. Вот здесь никто с рода не пахал. Это мы прикупили заброшенный участок. Тележка с землей хорошая, в середке небольшая ямка и саженец посажен. Дерни прикосновения. Вот это мы обязаны им объяснить. Они понятия не имеют, что перекопав, наверняка трактор, большой участок, выкопали, убрали в сторону саженца и уничтожили все плодородие. Когда вот это станет, это я уж волнуюсь, страшно волнуюсь, когда вот это станут понимать в институтах, чтобы вот эти дебильные книги забыли про них и новое написали, и начинали новые программы, потому что любой этот знает преподавателя. Их тысячи, тысячи и десятки, сотни тысяч студентов знают. Надо начинать с перепашки. Ну когда ж этого не будет? Вот настоящий сад-то. Вот вы же сейчас в лучшем саду России, я когда волнуюсь, я беру вот так вот, раз, вот, фотогалерея. Что вам надо-то? Поверьте хотя бы вот этому, вот этому, поверьте, ребята. Вот этому вот. Что вам надо-то? Вы же хотите, чтобы не только в церквях, чтобы в институтах, чтобы такое было-то. Вот в институтах, чтобы такое было, понимаете? Вот. Откажитесь от дебильной технологии. Сколько же вас просить-то? А меня, я разволновался из-за этого письма, что сейчас мои 30 сеянцев будут выкопаны, не на смерть ещё. Они, может, и потом, когда посадят, выживут. Ну куда посадят-то? Посадят бедную дебильную почву. Вот. Нельзя их трогать-то. Косите вокруг, и дёрн сам появится. Даже без этого, не надо этого красивой луговой травы. Не надо. Самое главное, что когда ваши, мои, ваши абрикосы возле храма 30 стук заплодоносят, тогда вы скажете, мы, вот, теперь мы знаем, какой райский сад-то был. А тут только одни легенды про райский сад. Волнуюсь, извините. Вот ещё, смотрите внимательно. Один из самых первых снимков. Ещё я был новичком. У меня редкий-редкий снимок, который вызывает мою же... не привезли. У меня же, мой снимок, моя работа, моя посадка на холм, вот, задернение почвы. Но, видели, несколько веток-то я отрезал. Это была страшная ошибка, как я сейчас понимаю. Ну тогда-то ещё где-то отголоски. Ведь новичком же был-то, простите меня. Вот. Когда я посадил грушу, вот. Тут ямка-то, господи, тут ямка-то всего лишь, то это самое, ну, несколько сантиметров-то. Ну чего бы, я же никогда не заглубляю корневую шейку, вы же меня знаете. За пару лет сгнило. Вот. Слива. Ну, слива уж надёжнее не бывает. Ну, уже успела сгнить. Одно дерево. Рядом я не садил. Из-под земли вылезло отвода корневой, и он уже догнивает. И не яма эта, а ровное место. Вот. А вот это уже мой учебный снимок. Ну, я надеюсь, что хоть кто-то, от кого будет зависеть этот приход в эту церковь, тот, кто командует этим всем, кто может дать команду? Выкапывать, пахать или оставить покоя? Вот. Ну, покажите ему этот снимок. Везде в природе растут растения из семечек, и корневые отводки вылазят из косточек. И везде, где только место неподходящее, они быстренько убираются, уничтожаются. Мы радуемся. Везде, где мы видим эти же самые опята, мы их любим. Но везде, где опята, там деревья посажены в неподходящее место. А где подходящее место, вы никогда не увидите опят. Вот, не урожай, вот опять, или мало опят. Там деревья растут уже не 10 лет, а 20. А надо, чтобы 100. Вот он, учебный снимок-то. Я для вас снимал-то, для тех, не для вас, для тех, кто учебники создает. Все это. Вот это вот, вишня слива, смотрите. Ну, не растет себе на ровном месте, растет. Достаточно, чтобы короткий век был бы. Сгнивает. А вот это я горжусь. Это мой ученик. Заметьте. Значит, здесь целины нет. Здесь старая почва. Здесь настоящая. Здесь настоящая. Настоящий. Многолетний, не тронутый дерн. Вот она, посадка. Много можно посадить, если он садил семечки. Вот это вот, фотографии мне прислали. Это так и написали. Посадка по железу. Вот. Холм есть, есть. Одно. Я не думаю, что уж совсем слабая корневая шейка, основание штамба, именно у волочных пишет. Я так не думаю. Наблюдение, что у яблони абрикосов, нет, у груши абрикосов, она вообще никуда не годная. Поэтому их стране мало. Но здесь кто-то может, перестарался, нет. Ну, посадил на холме, слава богу. Теперь она 20-25 лет и обеспечена у нее продуктами, плодами, которые едят с горстями. Это ж моя волочная вишня. В чужом саду. Самая страшная, вот она, один из моих случаев, которые попадут, надеюсь, в учебник все. Вы знаете, что это дерево мертво уже? Вы знаете, что это его последний урожай? Вы ничего не видите. Почему? Она закрыла своей спиной. А это мои абрикосы. Это абрикос Баи. Это Майна. Константинович, приезжайте, беда. Приезжаю, как черту беда? Вот она. Радоваться надо. И это радоваться надо. Посмотрите, красота какая. Но теперь смотрите, за ее правой рукой, видите? Что она сделала? Замульсировала и дружно поливала. Третье, последнее дерево. Вот оно. Извините, что показываю не первый раз. Смотрю. А у нее крона полумертвая. Да, урожай, но последний. Разгребаясь своими руками. И что я вижу? Сгноила. Своими руками. Потом погибло вот это, а потом погибло вот это. И нету сада. Да какого хрена вы понимаете, что, ребят, извините, неудобно такими словами, если меня священнослужители слушают. Ну вот, это последняя интеллигенция в нашей стране, это священнослужители. Я не шуча говорю. Сейчас у нас любой интеллигент матерных слов знает больше, чем сто лет назад сапожники или эти самые копатели могил. Так вот, и сейчас получается следующее. Вот это вот должно перейти в учебники. Спасать надо от этих советов дебильных. Промульсирование в том числе. Вот это моя самая, одна из первых фотографий. Эту грушу. Сливу я садил в 2000, в 1985 году я приехал, в 86, 87, примерно в 88 году. Итого 35, 88, 12, 20, 35 лет ей. И на 34 году я ее спилил. Как она держалась? Она была посажена в яму. Она выкапывалась сама, корни-то росли. Вот это вот долго ее преследовало до самой смерти. Вообще здесь всегда была плеса. Она гадила долго. Это китайская красная синяя слива. Она настолько надежная. Она пережила 35 лет. Все морозы. Все. И уже когда начало отсыхать сверху, это же привело вот что. А не то, что дебильные советы, поливайте ядами. Вот отсюда. А я же наблюдал. 35 лет. Каждый год я смотрел, смотрел, смотрел. И вот уже половину верхнюю спилил, сырая. Вот уже наверху красавец, гриб-трутовик, которым учат бороться. Это немыслимо. Бороться с грибом-трутовиком. И опять яды. Это даже вот, понимаете, если я... Мой любимый пример. Хотите, друзья? Я разволновался, потому что хотят уничтожить эти... Не уничтожить, а хотят испохабить прямо в церкви будущий райский сад. Я, извините, разволновался. Вот. Представим себе, я жил, и вдруг меня приглашают. Ведь в сумасшедшем доме люди сумасшедшие, это не значит, что они просто сумасшедшие. 95% у них все равно мозгов нормальный. Едят, пьют, все. Вот. Можно с ними поговорить? Можно. Представим, сто сумасшедших собрали, я им лекцию прочитал. Из 199 скажут, да вы правы, Лерий Константинович. Кто же, как дурак, должен бороться с грибом-трутовиком? Заливать сад ядами. Это только одна из сотни этих. Вот. А соты скажут, нет, вы не правы. А кто это такой? А это я книгу написал, как бороться с грибом. Вы поняли шутку юмора? Еще пример такой. Даже на ровно месяц гнивают. И что, вот. А самая подлая вещь, которая преподнесло председательное хозяйство, я их терпеть ненавижу, а не меня. После всех провокаций, которые произошли. Это же умудриться пропагандировать вот это вот, наверное, смерть. Посадка покрышки. А вот это, Железово, попробуй сгноить. Как? Сгноишь. А вот это вот, раз уж получилось, что годом раньше, я уже расшифровываю. Помните, вторая причина? Сделайте фильм про холмы. Делаю параллельно. Это относится и... Они же как? Потом же выкопают саженцы. Допустим, мы не убедим с Юлией, с этих самых церковных прихожан, или как их зовут, их начальство. Они все-таки выкопают 30 моих абрикосов, а потом начнут почву перекалечивать, то есть перекопают, потом засеют. А потом им же все равно надо садить. А не вопрос, как посадят, а у них же привычка садить. Я покажу ниже, как вся страна садит на верную смерть. А вот здесь, годом раньше, было это. Мы купили в 15-м году участок. Мы все скосили. Вот, в самом конце здоровенная куча. Тут такая трава была, такой бурьян до метра высотой. И все скосили, просто взяли и сгребли этими самыми граблями. А потом вот, не напрягаясь, не делая никаких ям. Вот это момент такой. А потом, вот это уже ям, вот это вот холм делаем пологим. Вот таким образом. Вокруг рассыпали перегной. Вот. И вот я пишу, я горжусь дружбой со священнослужителями. Так. Вот. Здесь должна быть еще несколько фотографий. Почему? Потому что, друзья, священники, несколько из вас сказали, Валерий Константинович, вы правы, мы вас поддержим. Это для меня святое. Это просто разбросанные фамилии. У меня десятки тысяч фотографий. Вот я нашел только фотографию Алексея, отца Алексея. Вот. Но всем вас призываю. Призываю свидетелей, призываю помощники. Хорошо бы где-то там на моем канале, где-то на сайте там гостевой книги. Вот. Везде, где вы увидите, ну там же называются комментарии. Отзовитесь, прошу вас. Скажите, я на вашей стороне. Ведь это тоже узнают там. Юля, это, разместит там, где надо наши с вами эти комментарии. Пожалуйста, отзовите, друзья. Вот. Я устал быть в одиночестве. Ну, смотрите. Вот этот участок, несколько вариантов мы сейчас разберем. Так, сейчас. А вы знаете, сейчас отключится. А, наверное, это будет часть фильма. Почему? Я снимаю и этим, прям сам снимает компьютер. Но там бывает плохая запись, и не слушаешь, и мучаешься. Буквально. И я параллельно снимаю его сейчас снаружи. Камерой, да? Камерой звук практически чистый. Но. Но, но, но. Вот. Может качество изображения чуть хуже. Но главное звук. И получается следующее. Она сейчас отключится. Осталось полминуты. Сама. Я сейчас ее сам отключу. А следующий фильм, возможно, будет или часть этого, или уже как бы серия номер два. Не удивляйте, что на экране то, что снимается, снимается. А я сейчас отключу и включу. Продолжение следует.